Это он обрушил мировые цены на нефть. Это он мог себе позволить поднимать голос на Путина в телефонном разговоре. Это он арестовал 11 саудовских принцев, самых богатых и влиятельных людей в стране. Это он подозревается в организации убийства саудовского журналиста Джамаль Ахашоги. Это он взломал телефон Джеффа Безоса, самого богатого человека в мире, владельца компании Amazon. Это он, один из самых богатых и влиятельных людей на Ближнем Востоке и земном шаре, саудовский принц Мухаммед бин Салман бин Абдальазиз Аль-Сауд. Принц Мухаммед родился в 1985 году в Саудовской Аравии в городе Джидде. Он сын настоящего короля Салмана от его третьей жены. Принц получил среднее образование в школе Эр-Рияда. Окончил колледж права и политических наук при университете короля Сауда со степенью бакалавра. Он занимал несколько высоких государственных должностей в течение своей карьеры, которая охватывала 10 лет. До того, как стать наследным принцем Саудовской Аравии, а по сути главой страны, он успел побывать и самым молодым в мире министром обороны, и поработать в экономическом секторе, где реализовал ряд полезных для страны бизнес-инициатив. Также наш герой занимается благотворительностью, филантропией и многими другими хорошими и не очень делами на государственном уровне. Основателем и первым королем Саудовской Аравии был Абдул-Азиз ибн Абдурахман Аль-Сауд, ростом за 2 метра и потомством невероятных масштабов. У него было 45 сыновей, 6 из которых стали королями Саудовской Аравии. Сыновья сменяли друг друга на королевском престоле, и продолжалось это до тех пор, пока Салман не решил нарушить традицию и сделать своим наследником не брата, а сына. Сейчас ни для кого не секрет, что принц является одним из основных игроков на мировом рынке нефти. В начале марта 2020-го, когда Россия отказалась от условий и договоренностей с нефтедобывающими государствами ОПЕК о продлении договора и дальнейшем сокращении добычи нефти, ОПЕК предлагал в связи с мировым кризисом и падением спроса на нефть сократить добычу нефти еще на полтора миллиона баррелей в сутки. Из них 500 тысяч просили сократить Россию. Министр энергетики России Александр Новак, участвовавший в переговорах, не только отказался от дальнейшего сокращения, но и от прежних договоренностей ОПЕК. Нахамил членам организации и, хлопнув дверью, покинул переговоры. После такого развития событий, оскорбленный саудовский принц объявил настоящую нефтяную войну России. Он заявил, что Саудовская Аравия нарастит добычу нефти с нынешних 9,7 миллионов баррелей в сутки до 12 миллионов. Остальные члены ОПЕК также не остались в стороне и тоже заявили, что нарастят добычу. Итогом этой нефтяной войны стало мировое падение цен на нефть ниже грязи и переизбыток ее на мировом рынке. Также Саудовская Аравия в лице принца Мухаммеда пошла на смелый шаг, предоставляя некоторым государствам отсрочку до 90 дней по оплате закупленной у Саудовской Аравии нефть. Скидку для европейских стран до 10 долларов за баррель. Эта смелая и дерзкая тактика принца Мухаммеда позволила Саудовской Аравии захватить новые рынки сбыта и подвинуть основного поставщика нефти в Европу – Россию. Менее чем через месяц, уже по собственной инициативе, Путин пошел на новые переговоры. Власти России подписали новую сделку ОПЕК+, согласившись на значительное сокращение добычи нефти. «Это поражение Кремля», – об этом открыто пишут телеграм-каналы Российской Федерации. «Победа над сланцами отменяется. Ценовая война, в которую Сечин втянул Россию в марте, закончилась для нас полным разгромом», – отметил телеграм-канал «Нефтянка». Он отметил, что России приходится сокращать добычу на 2 миллиона баррелей в сутки вместо 500 тысяч баррелей, которые предполагала предыдущая сорванная Кремлем сделка ОПЕК+. До начала ценовой войны саудиты добывали 9,7 миллионов баррелей, а потом резко нарастили добычу, обидевшись на неразумные действия России. Сокращать Саудовская Аравия будет теперь с нового, намного более высокого уровня. «Если считать с марта, то всего на 1,2 миллиона», – отметил ресурс. «России пришлось подписывать соглашение в таком невыгодном для себя варианте. Саудовский принц поставил на колени Путина», – пишут некоторые мировые СМИ. А вот еще один интереснейший факт, характеризующий принца как личность и очень смелого и радикального человека. 4 ноября 2017 года был создан антикоррупционный комитет, который возглавил принц Мухаммед. И через два часа после его создания были арестованы 11 саудовских принцев-миллиардеров, а также 38 бывших министров, депутатов и бизнесменов, представителей политических и финансовых элит Саудовской Аравии. В Саудовской Аравии арестованы 11 принцев и десятки действующих и бывших министров. Интересно, что задержания произошли через несколько часов после создания специального антикоррупционного комитета. Одним из самых богатых арестованных был представитель мировой финансовой элиты принц Аль-Валид Ибн Талал с состоянием в 19 миллиардов долларов и его дочь, принцесса по имени Рим. Королевская семья Саудовской Аравии насчитывает около 25 тысяч человек и все ключевые посты в государстве занимают только члены королевской семьи. Этим массовым арестом элиты кронпринц Мухаммед начал большую чистку в стране и большую внутрисемейную разборку. Официальное объяснение арестов от отца принца Мухаммеда Абдул-Азиза звучало так. «Мы увидели злоупотребление со стороны тех, кто выкрал государственные деньги, не подумав ни про религию, ни про патриотизм. Закон покарает каждого, кто брал деньги общества и не защитил их или злоупотребил своей властью и влиянием». Но, ссылаясь на лидеров мнений по Востоку, эта формулировка всего лишь прикрытия. Настоящие мотивы в перекраивании власти и в украшении наиболее заявшихся членов королевской семьи. Все арестованные были помещены в пятизвездочный отель «Ритц Карлтон» в Эр-Рияде, где с ними велись переговоры о досудебных финансовых соглашениях, в рамках которых принцы могут заплатить за свое освобождение, что существенно бы пополнило казну. В итоге, через два месяца нежного содержания под арестом со всей арестованной публики сбили 100 миллиардов долларов и всех отпустили. Неплохой способ пополнения казны государства. 2 октября 2018 года в Турции, в Стамбуле, в консульстве Саудовской Аравии был убит оппозиционный саудовский журналист Джамаль Хашоги. Это резонансное и спланированное убийство всколыхнуло весь мир и породило ряд, мягко говоря, неудобных вопросов к руководству Саудовской Аравии и непосредственно к самому принцу. Вкратце напомним. Джамаль Хашоги – оппозиционный саудовский журналист, сбежавший из Саудовской Аравии, последний год жил в США, работал в издательстве «Вашингтон-Пост», со страниц которого периодически критиковал власти Саудовской Аравии. Естественно, это не нравилось королевской семье, и в частности принцу Мухаммеду, который всегда хотел выглядеть этаким «восточным реформатором» и представителем нового течения в политических и бизнесовых кругах Саудовской Аравии. Статус прогрессивного «восточного реформатора» повышал его имидж и сближал с финансовыми и государственными элитами США и Европы. Но тут неугодный журналист, со своей неуместной критикой со страниц авторитетного издательства, которое пользуется популярностью и читается во всем мире. Рано утром, 2 октября, в день убийства, в Международный аэропорт Стамбула прилетел частный самолет, принадлежащий королевской семье Саудовской Аравии. На его борту были 9 саудовских чиновников, среди них судмедэксперт и патологоанатом. Все они заселились в отеле недалеко от консульства Саудовской Аравии. В тот день все турецкие сотрудники консульства были отпущены на выходной. Когда Хашоги вошел в помещение, его встретили земляки и завели в подготовленную заранее комнату, обтянутую полиэтиленом. Там его задушили, расчленили, и он по частям покинул здание. Самое интересное, что все это убийство писалось на аудио турецкой разведкой. Эти записи и легли в основу международного обвинения. Международное следствие убеждено, что подобную операцию нельзя было сделать без личной санкции или ведома кронпринца Саудовской Аравии. Официальный Эр-Рияд отвергает любые обвинения в свой адрес, а наследный принц Мухаммед назвал убийство отвратительным преступлением. И, кстати, в Саудовской Аравии периодически казнят неугодных. Все происходит относительно тихо, просто случай с Хашоги получился резонансным. А вот еще один интересный случай так называемой королевской шалости принца Мухаммеда. В 2018 году был взломан телефон главы Амазон и владельца издательства «Вашингтон-Пост» Джеффа Безоса. А «Вашингтон-Пост» – издание, в котором публиковался вышеупомянутый Джамаль Хашоги. Проведенное расследование показало, что с огромной долей вероятности взлом телефона совершил наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед. Об этом сообщает газета «Гардиан» со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования. 1 мая 2018 года принц и Джефф Безос обменивались дружественными сообщениями по мессенджеру WhatsApp. Среди прочего Безосу был отправлен и зараженный видеофайл с аккаунта принца Мухаммеда. После этого в течение нескольких часов с телефона Безоса были изъяты большие объемы информации, а также его переписка с любовницей, телеведущей Лорен Санчос. Эта переписка была опубликована, что послужило разводу Джеффа Безоса со своей супругой Маккензи Безос после 25-летнего совместного брака. Вот такой он, неоднозначный и многогранный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман бин Абдель Азиз Аль-Сауд. Саудовская Аравия Мухаммеда